Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Ротари и ротарианцы» и у нас в гостях губернатор дистрикта 2232 Сергей Филиппов. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, вот вы сегодня у нас оказались в гостях в редакции ротарианских новостей, которые выходят уже два с половиной года. Своими глазами увидели условия, в которых работают люди, увидели возможности, которыми обладает наша редакция. Какие впечатления остались? Ну, самое лучшее, потому что я увидел абсолютно профессиональную команду, я увидел замечательную технику, я немножко разбираюсь во всем этом, и увидел, что действительно продукт, который вы делаете, он на самом высоком уровне, это правда. Другое дело, что сейчас мне сложно, потому что, если и раньше, я смотрел как потребитель на то, что происходит, сейчас я оказался здесь, на месте человека, который должен что-то говорить, несколько тяжело, поэтому я прошу прощения, если, может быть, несколько эмоциональные будут мои рассказы об этом, но на самом деле я потрясен. Вообще, нужно сказать, друзья, что нам нужно как можно чаще ездить до другого в гости, знакомиться еще ближе и смотреть на то, что происходит. Ведь случилось, что два с половиной года мы наблюдаем за титанической работой группой энтузиастов, которые делают действительно колоссальную работу, и за это время мы привыкли к тому, что начали воспринимать это как некую данность уже. Ну, делают, ну и хорошо, и пускай делают. Сейчас, перед началом съемки, мне удалось поговорить с людьми, которые все это делают, я действительно потрясен, потому что мало того, что эти люди вкладывают очень много времени в то, что происходит, это правда так, я узнал, что вкладывается очень много и личных денег, я не стесняюсь об этом говорить, потому что, ну, говорить об этом действительно нужно. На самом деле, это подвиг, то, что делают наши коллеги, и вот те слова, которые я сейчас употребляю, не знаю, подвиг, там, прекрасно, это только малая толика того, что можно сказать о работе наших коллег. Это действительно громадное спасибо людям, которые все это делают. Я не знаю, каким образом мы можем от слов спасибо перейти к делу, потому что помочь действительно стоило бы. Говорить о том, что мы должны дополнительно, значит, собрать какие-то деньги и передать, ну, во-первых, вы просто не возьмете их, зная вас хорошо, но помочь нам стоило бы. Друзья, есть совершенно простой способ действительно помочь, а в данном случае и нашим друзьям, то есть вам, и тем, кто сейчас стоит с той стороны кадра. А в конце концов, многие из нас обращаются к услугам, ну, вот, подобных организаций. Почему мы делаем это на стороне? Почему мы заказываем кому-то другому? Если есть вот наши коллеги, которые делают замечательные продукты, делают его классно, делают здорово, так нужно просто размещать действительно заказы. Я уже сейчас говорю как бизнесмен. У людей проверенных, где понятно совершенно, что это будут достаточно низкие цены, я знаю, что по себестоимости вы же будете работать, и на выходе мы получим действительно нормальный продукт. То, о чем я сейчас говорю, это, наверное, одно из направлений, о которых я говорил перед началом каденции, когда меня спрашивали, какие я вижу основные направления нашей деятельности, нашей работы. Я говорил о том, что, конечно же, как можно более широкая интеграция клубов Украины в мировое сообщество. Да, безусловно, надо. Я говорил о том, что мы делаем много разрозненных проектов, надо бы сделать один междистриктальный, не просто в пределах дистрикта, а некий проект, который бы нас объединил, наши клубы. Это не значит, что нужно забыть все остальные. Ну, вот он основной и такой правильный. Я говорил еще о том, что давайте помогать друг другу. Кроме той помощи, которую мы оказываем городам, где мы живем, так сказать, территориям, на которых мы находимся. Друзья, давайте не забывать о том, что существует, ну, в общем, экономический кризис. Давайте говорить о том, что вообще-то в стране идет война. Давайте говорить о том, что давайте помогать друг другу. Найти лучшего партнера, чем ротариец, ну, просто уже невозможно. Поэтому если нужно действительно искать партнеров по бизнесу, партнеров по, так сказать, каким-то проектам, конечно же, давайте искать в первую очередь ротарийцев. Это абсолютно правильно было бы. И пока мы говорим о том, что какие же механизмы могут быть, а как это сделать, друзья, да было бы желание. Механизмы достаточно простые. Но в конце концов, давайте в закрытой части нашего сайта, в закрытой части, она открыта только для ротарийцев, сделаем, ну, я не знаю, назовем ее биржу объявлений, биржу предложений. Где? Мы могли бы, например, ротарийцы, взрослые люди, помогать брать на работу просто наших коллег, младших из ротаракта. Насколько я знаю, в Колес Тиви это сделано. Здесь перешли от слов к делу. Они просто действительно взяли замечательного специалиста, которым очень довольны. Что мешает нам всем? Вот мы сейчас ищем, вот нам на работу, значит, в нашей организации нужен специалист. Мы сейчас будем смотреть объявления. Да что же мы смотрим? Вот же есть ротаракт. Ничего уж проще. Вот он уже есть. И таких объявлений можно было бы, ну, это можно отработать, это дело уже специалистов, как это лучше сделать, как помогать друг другу. В закрытой части. Ну, механизмы это уже были отработаны. Мы ищем партнеров по бизнесу. Совершенно верно. Вот. Это было бы просто. Я сейчас, если уж начал видеть о Колес Тиви, еще раз громадное спасибо действительно коллегам, которые делают, ну, просто колоссальную работу. Причем абсолютно профессионально. Ну, жаль, может быть, что вы не видите сейчас изнанки кадра. Но давайте не забывать о том, что работа действительно громадная идет, и не надо ее воспринимать как должное. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо Колес Тиви. Сергей, ну, продукт этот делается, новости на разных языках с вполне конкретной целью. Рассказывать людям о ротаре движения, рассказывать о том, что делают клубы, что делают ротарианцы у нас в Украине и даже в других странах. У нас часть выпусков, часть дайджестов идет с описанием деятельности и других клубов во всем мире. Что это дает с точки зрения вот тебя, как руководителя дистрикта? Ну, во-первых, у нас в руках есть замечательный инструмент, который помогает нам популяризировать наше движение. Я буквально сегодня на встрече с ротарианцами Харькова услышал совершенно свежий пример того, как была проведена отличная, хорошая акция. Обратились к прессе для того, чтобы об этом рассказать. И не надо стесняться этого. Друзья, мы делаем замечательные действительно акции, программы. Мы делаем добрые дела. И не нужно стесняться об этом рассказывать. Это необходимо делать. Ну, какая-то странная, ненужная скромность. И мне рассказали, что когда обратились к прессе, значит, наши коллеги, материал появился об этой акции. Но слово ротари убрали отовсюду. Ну, как же это? Неправильно это делать. В данном случае у нас есть инструмент, есть свое телевидение, которое действительно нас популяризирует, которое делает то, что нам сейчас так необходимо. Когда мы говорим о том, что наше движение переживает... Я бы не хотел говорить слово «стагнация», потому что сейчас это, может быть, и мировой процесс. Не очень активно развивается ротари. Нет, может быть, не так активно, как нам бы хотелось. Это происходит развитие. Такая же задача сейчас есть и перед нашими клубами. действительно увеличивать количество членов нашей семьи. Я бы вот так сказал. Не членов нашей организации, а членов нашей семьи. Но неужели в такой стране, как Украина, в такой стране, как Белоруссия, мы нашли уже всех достойных людей? Ну, нет, конечно. Конечно, безусловно, есть еще потенциал. Найти таких людей можно. Сделать так, чтобы наша семья стала еще больше... Я не знаю, какие еще аргументы. Друзья, если большая семья, если много детей, это хорошо, это хорошо. Если нас будет больше, нам всем легче будет дальше работать и нужно будет делать еще больше добрых дел. Поэтому популяризировать, не рекламировать, а популяризировать наше движение, безусловно, надо. Мы делаем прекрасные вещи. Не нужно стесняться. И делать это нужно. Каким образом? Проводить, может быть, дополнительные семинары, не только между собой. Они у нас есть. Они существуют для того, чтобы мы учились повышать нашу квалификацию, чтобы еще лучше проводить наши мероприятия. Но существуют еще другие общественные организации в стране. Давайте договариваться с ними, приходить к ним, на их семинарах во время их конференции, может быть, рассказывать о себе. Я уверен, что это нормальный путь, а нас мало знают. Вот есть еще и такой инструмент. Встречаться, рассказывать, и действительно люди к нам будут приходить. Потому что сейчас существует до сих пор странное, ложное, неправильное впечатление у людей о том, что же такое ротари. Люди просто не знают. Значит, мы обязаны рассказать, что это такое. Это получается действительно ротари очень мало знают в наших странах. Во всем мире, в других странах ротари знают много и вопросов не возникает. Вот, мы посмотрели. Ну, хорошо, проще. Там, я не знаю, в какой-то благополучной Америке, в благополучной Европе, где действительно уже там более чем 100-летний опыт есть. И он существует. И люди действительно информированы. Люди знают об этом. Надо сказать, что ротари в Украине насчитывает... Сейчас я попытаюсь посчитать. Первый клуб в Ужгороде был создан в 1928 году. Друзья мои, ротари в Белоруссии и в Украине не 25 лет, а гораздо дольше. В следующем году мы будем проводить конференцию в Ужгороде. Именно в этом городе я предложил сделать свою конференцию губернаторскую. Не в своем родном городе, а именно в Ужгороде. И спасибо друзьям из этого города, которые отозвались и готовы взять на себя хлопоты. Там будут хлопоты немалые по проведению. Вот смотри, какой замечательный повод у нас есть. Нам есть чем гордиться. Колоссальный опыт был за это время создан. Давайте использовать и такие информационные поводы для того, чтобы рассказывать о себе. Ну, я вот могу сказать. Мы говорим о том, что хотим, чтобы люди в нашу семью входили. Как они о нашей семье узнать могут? Сегодня, по-моему, самый популярный ресурс, который на сегодняшний день существует, это форма телевизионная. Будь то телевидение, так сказать, обыкновенное, или фейсбук, ютуб и прочее. И вот в этом отношении рассказывать о нашей семье, о наших делах, это будет как раз тем фактором, который вызовет у людей интерес и побудет присоединиться к нам. Поэтому я, например, рассматриваю деятельность редакции ротарианских новостей с позицией того, что мы имеем очень теперь хороший инструмент для того, чтобы публично, открыто, смело говорить о том, что из себя представляет ротари, какие проекты оно реализует, и как с нами, в принципе, интересно было бы и другим людям вместе работать и вместе жить. В этой каденции мы решили, что нужно серьезно поработать над нашим имиджем, так называемым. Сейчас уже начал работать комитет публичного имиджа, по крайней мере, там уже разработана концепция. Мы собрались вместе с Евгением Прилипко, с командой губернаторов. Мы тоже не очень хорошо себе представляли, что необходимо сделать, понимали, что сделать что-то надо. А сейчас уже идет работа над тем, что были единообразные, и, я надеюсь, будут, странички наших клубов в Фейсбуке. Есть интернет, его тоже нельзя недооценивать. Если будет общая узнаваемая картинка каждого клуба, это будет здорово. В идеале, я надеюсь, у нас будет у каждого узнаваемая страничка каждого из нас в Фейсбуке. Уже хорошо, то есть мы к этому идем, и люди будут, взгляд уже будет цепляться. Что это такое? Я уже один раз увидел вот что-то такое, вот еще раз увидел картинку, еще. Мне уже интересно. Но дальше человек запомнит, может быть, только то, что увидит. Он увидит значок ротори в Фейсбуке, часто мелькающий, он увидит систему этого. Наиболее любознательные, наверное, сейчас будут дальше искать, узнавать и так далее. Но настолько велик поток информации в последнее время, что не у всех просто есть время для того, чтобы поискать, найти. Есть наше телевидение, которое вот оно уже объясняет. Не надо искать. Он уже все это показывает. Причем, еще раз, информация качественная. Это правда. Потому что много некачественной информации сегодня. А вот здесь как раз момент, связанный с качественной информацией. Ну, это связано и с тем, может быть, что делают тратерианцы. Да. Люди изнутри, хорошо знающие организации, то, что мы делаем, уже же здорово. Здорово. Какие пожелания у губернатора дистрикта, команде, редакции новостей Ротари Украины, коллективу Колес ТВ? Дорогие друзья, держитесь. То, что вы делаете, ну, действительно, стоит того, что я сейчас должен был просто встать и поклониться вам. Это правда. Но кроме того, что действительно громадное вам спасибо, я могу пообещать, что сейчас изо всех сил буду просто рассказывать о том, что я здесь увидел людям, которые просто не были здесь и не окунулись вот в эту атмосферу и не увидели, какой громадный труд за всем этим стоит. Я постараюсь это сделать. Что можно сделать еще? Ну, наверное, приглашать еще других ротарианцев. Я не лезу в ваши творческие планы. У нас много замечательных людей. Наверное, стоило бы того, чтобы о каждом из них делать отдельную передачу. Ну, нас действительно очень много. Поговорив сегодня с вами, я увидел, что у вас, да у вас у самих уже есть план. Вы прекрасно знаете, что нужно делать. И план даже не на одну каденцию, а он уже дальше идет. Поэтому успехов вам, такого же жизнелюбия, такой же веры в то, что вы делаете, то, что вы делаете хорошо. Успехов вам. И еще раз все-таки большое спасибо за вашу работу. Не так часто приходится слышать, так сказать, в таком эфире добрые слова. И это нас и воодушевляет, и вдохновляет, ну, и приносит, что называется, удовлетворение и духовное, и моральное, и человеческое. Спасибо большое. Пожалуйста, я очень рад, что мне приходится говорить искренне. Я здесь не на, даже вот не на йоту не соврал, потому что действительно я потрясен тем, что я увидел. Одно дело смотреть на экране и воспринимать одно вроде как должное. Но когда я увидел, какой труд за всем этим стоит, я счастлив, что мне приходится не врать, а действительно очень искренне говорить слова благодарности и похвалы тому, что я увидел. Спасибо. Вам спасибо, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.